Как вообще произошел ваш переход в команду? Как появилось предложение? Почему согласились? Потому что заинтересовало предложение. Как появилось, так и получилось. Сергей Васильевич позвонил, сказал, что ему поступило предложение и предложил поработать вместе. То есть надо? Как сборы оцениваете? Все-таки они были? Ну, сборами это сложно назвать с профессиональной точки зрения. Это были тренировочные занятия, которые проходили великолепно. Мы спрашивали у игроков? Сразу нет. Говорят, что есть сыновья. Ну, это не родные. Как появился вариант с Юни, учитывая, что вы, так сказать, поменяли медийную часть на спортив. Вот поэтому откуда вообще предложение? Ну, вы знаете, предложение поступило, если честно, совсем неожиданно. Сидел дома, гулял с собаками, занимался домашними делами, чистил снег. И тут позвонил мне один знакомый, с которым мы пересекались по Дзержинскому арсеналу. И говорит, что есть такая команда. Хотели бы узнать, можно ли с вами встретиться? Стретиться вообще можно с кем хочешь. Даже с девушкой. Вот. Поэтому я говорю, ну, конечно, пускай, если у ребят желание есть, со мной встретиться, пожалуйста. Вот. Прошло некоторое время. Позвонил опять тот же человек и говорит, что вот, подъезжай там. Ребята готовы с тобой поговорить. Все, я приехал. Не знаю, может, это какой-то високосный день был или что. Вот. Но в конце этого разговора Тимофей говорит, что, блин, ну, мы подумаем. Ну, я как бы, ну, думаю, ну, ладно, пусть думает. Ну, и все. И потом вечером, в этот же день вечером звонок поступил. Опять же от него говорит, что, Сергей Васильевич, давайте попробуем. Не, не так он сказал. Он сказал, готовы ли вы? Знаете, я как бы ехал домой, даже не думал, что оно так быстро, это предложение, скажем так, поступит. Ну, скажем так, более конкретное. Думаю, ну, пусть ребята подумают. Я подумаю, узнаю, что за команда. Потому что, если честно, раньше просто слышал название такое, а с командой не был знаком ни с результатами, ни с играми. И этот его, как бы, вопрос даже, как бы, поставил меня в небольшой тупик. Я даже, если честно, не помню, что я ответил. Ну, если вы здесь, то скорейше можно положить. Надо посоветоваться с шефом, наверное, как в том фильме. Наверное, я сказал, что давайте завтра встретимся. Как бы, это такое, как в простонародье. Давайте завтра встретимся. Это значит, завтра можно позвонить и сказать нет, а можно и позвонить и сказать да. Вот. Я, наверное, так и сказал, да. Так как мы договорились на вечер, то я стал в голове думать, что пойду туда один. Надо, наверное, мне взять хотя бы тех ребят, хотя бы... Потому что ребята мне рассказали, кто работал раньше. Я подумал, что все ребята незнакомые. И, наверное, мне нужно взять хотя бы человека моего, хотя бы единомышленника, хотя бы одного, с которым у нас взгляды на футбол как бы одинаковые. Вот. Ну, и тут возникла идея позвонить Дмитрию Новицкому. Вот. Я с ним давно знаком. Мы вместе с ним начинали футбол. В одной детской школе занимались у одного тренера. Вот. Потом вместе с ним работали и в Торпедо Минском. Вот. Потом, правда, мы уже он, ну, отдельно занимали. Ну, то есть, по крайней мере, я ему позвонил, даже не зная, если честно, не зная не то, что согласится он или нет, а может быть занят он или нет. Вот. Он говорит, ну, давай подумаем. Ну, и вот мы вечером вместе с ним приехали опять к Тимофею с ребятами, пообщались. Вот. Ну, и как бы, как вы говорите, мы здесь. Да, все, что случилось. Ваш тандем. Длинная история. Да. Мы сегодня спрашивали у ребят, есть ли любимчики, да, есть ли сыновья, так называемые. Да. Ваш визави, да. Один из дуэта сказал, что на этот вопрос я отвечать не буду. Вот. Главный тренер все-таки. Есть сыновья в команде? Для меня? Да. Для меня нет. Я даже вам больше скажу. Мне по большому счету, как я и ребятами это сказал с честного глаза, мне по большому счету все равно, кто будет выходить на футбольном поле. Они своей работой, своим отношением к делу должны, скажем так, заслужить. И как мы принимаем решение тренерский штаб, кто, скажем так, заслуживает, вот, тот и, в принципе, будет играть. Независимо, какая это фамилия, независимо, сколько ему лет. Потому что я понимаю специфику нашего коллектива. Здесь люди играют не за деньги, не за, скажем так, даже возможную перспективу какую-то там. Да, здесь каждый выбирает для себя. Кто-то играет за то, что у него любовь к футболу продолжается. То есть ему сейчас уже сколько-то много лет, но любовь к футболу осталась и ему нравится. Кто-то здесь, скажем так, проиграл свою первую дуэль оппоненту в детской команде. Того парня, скажем так, оставили в этой команде. Или он там перешел во взрослый футбол, а он проигравший. Сейчас, скажем так, не востребован в высшей первой лиге. Соответственно, он у нас находится во второй лиге. Кто-то здесь, возможно, за какими-то там гипотетическими, виртуальными, которые могут быть перспективы там в дальнейшем. То есть каждый выбирает здесь для себя. Но точно, что это не про деньги, я уверен. Поэтому, когда я вечером прихожу домой, уже иногда за полночь, как бы есть там время пройтись пешком, как бы до дома. И я, как бы, в душе, в голове, как бы, задаю себе вопрос. Блин, а ради чего они каждый вечер, там, ну, не каждый, там, через... Ради чего? Я говорю, тут нужно, чтобы у каждого был такой какой-то внутренний стержень, который бы его толкал и держал, скажем так. Вот, и поэтому я им, честно скажу, я в такой шкуре не был, честно вам скажу. Я восхищаюсь, симпатизирую этим людям, которые бросают свою семью на какой-то определенный вечер, да, на некоторые вечера. Приходят сюда, еще, возможно, слушают меня, что я от них там хочу, вот, может быть, хочу чего-то другого, вот. Поэтому, честно скажу, что, блин, я получаю удовольствие. Честно, вот, и такое, скажем так, как бывает удовольствие от работы, когда хорошо оплачивают, бывает удовольствие, когда сама работа вот такая интересная, вот. Это вот второй случай однозначно. То есть здесь интересно, здесь приходишь, вот, и получаешь кайф потом, когда приходишь домой, а там уже все спят, вот, понимаешь, что, блин, ну, это кайф этого стоит, что тихонечко лечь и спать. Вторая лига. Успели ли уже ознакомиться с, так сказать, будущими соперниками? Понятное дело, что есть конкуренты, и Юня один все-таки, как ни крути, из фаворитов. Вот, кого отметите, с кем будут игры особенные в этом чемпионате? Вы знаете, мы в подготовительном периоде проводили игры много с команд дублирующих составов, ну, с команд высшей лиги дублирующих составов. И почему-то, может быть, так складывается, может быть, есть такие причины, я не хотел бы сейчас углубляться, но эти все матчи мы не можем выиграть. Ну, вот, поэтому, как это будет во второй лиге, я имею в виду, когда там будут не дублеры, для меня пока тяжело сказать. То есть среди дублеров я понимаю, ну, то есть если мы будем условно встречаться с ислащью резервной команды, я понимаю, что там нужно будет максимальное усилие, будут скоростные ребята, там нужно много бегать. Вот, как это будет с командами, скажем так, нашего уровня, нашего, скажем так, возрастного уровня? Вот, мне пока тяжело сказать. Конечно, мы смотрим игры команд, ритуально сравниваем себя с ними, да. Фавориты, конечно же, будут. Я думаю, что те команды, которые в прошлом году все были вверху, я думаю, в этом году, в силу даже того, что они ниже своей планки не захотят опускаться, я думаю, что они будут фаворитами второй лиги. Посмотрим, как мы выступим. Ну, мне как бы тяжело сказать, потому что в этом году вторая лига, она чуть-чуть другая, чем в прошлом. Вот, поэтому вот, исходя из этого, как бы тяжело спрогнозировать. Я говорю, что игры с резервными составами, как бы, говорит о том, что лига будет явно непростая. Понятное дело, что в команде есть капитан, да, и в каждой команде по-разному их выбирают. Понятно, что есть какое-то там голосование или назначают. Как у нас это в команде будет происходить? Вы знаете, пока на сегодняшний день я приверженец того, что капитана назначает тренерский штаб. Поэтому пока я склоняюсь к такой мысли, что капитана будем назначать мы. Не ребята выбирать, а будем назначать мы. Вы знаете, тут такое, ну, двоякое есть мнение, да, пока вот, скажем так, предыдущая всей карьере своей тренерской, я это делал сам. Ну, когда я был тренером, где я был помощником, это все делал как бы тренерский штаб. Как мы поступим в этот раз, возможно, мы пообсудим с тренерами, вот, и придем к какому-то, может быть, другому мнению. Но пока я думаю, что тренера назовем мы, а не ребята. Капитан. Ой, извините, капитан. Тренера тоже в команду назначает. Я.